Розы и незабудки Внезапно, порыв ветра с грохотом, вывернул ее старый зонтик наизнанку А, нет! Бедняжке Лизе хотелось сесть под дождем и поплакать Но времени на слезы не было, поэтому, молоча за собой ветхий зонтик Она накинула шаль на коробку и поспешила вниз по широкой улице Когда Лизе подошла к дому, куда ей предстояло отнести красивую шляпку Она вздохнула с облегчением Да, я принесла шляпку для мисс Бель Заходи Подожди здесь, я отнесу это мисс Бель Лизе сидела в приемной, радуясь возможности согреть ноги Она заметила множество цветущих растений в комнате, чей аромат привлек ее внимание Одна особенно очаровательная маленькая роза покорила ее сердце, что заставила приблизиться к ней Она была так прекрасна, похожа на розовое личико, улыбающиеся из зеленых листьев, что Лизе не могла налюбоваться ей Она нюхала, трогала и целовала ее И вдруг сломала стебель и спрятала его в карман Затем, испугавшись того, что она сделала, девушка прокралась обратно на свое место в приемной и села там, разрываемая угрызениями Мисс Бель сейчас тебя примет Когда Лизе вошла в комнату Бель, она увидела хорошенькую девушку, стоявшую перед большим зеркалом со шляпкой в руке Скажи, мадам Тиффани, что она мне не нравится Да, мисс И именно тогда Бель заметила состояние Лизе и почувствовала внезапную жалость к девушке Ты очень замерзла? Подойди и посиди немного у огня Боюсь, мисс, что я намочу ковер У меня ноги промокли Так оно и есть Почему ты не надела резиновые сапоги? У меня их нет Бель на мгновение остановилась, задумавшись, а потом сказала Знаешь что, я дам тебе свои, потому что никогда не выхожу в сырую погоду Мари, не могла бы ты принести их сюда? О, благодарю, мисс Они мне пригодятся, потому что мои сапоги старые Я думаю, твоя мама должна найти тебе теплые вещи У меня нет мамы Я сирота О, мне так жаль Кто же тогда о тебе заботится? Я сама о себе забочусь Мадам Тиффа не очень добра, что позволяет мне жить в ее доме Иногда покупает мне книги А я обожаю читать Видишь ли, у меня есть мечта Бель ничего не ответила Но сидела среди диванных подушек, серьезно глядя на Лизи О чем ты мечтаешь? Я хочу поступить в колледж и когда-нибудь обзавестись собственным домом В этот момент вернулась Мари с обедом для Бель и сапогами Вот ваш обед, мисс Бель И еще сапоги Спасибо, Мари Пожалуйста, выпей Ты должна быть устала и проголодалась Но Лизи не могла этого вынести Закрыв лицо руками, она заплакала, потому что доброта разрывала ей сердце И делала украденный цветок тяжелым бременем Что случилось? Я была груба? Нет, ты была очень добра Это я не сделала ничего хорошего А потом, вынув смятую розу, она со слезами признала свою вину Не стоит так переживать из-за такой мелочи Я дам тебе столько роз, сколько ты захочешь, потому что я знаю, что ты хорошая девочка Спасибо Позволь мне сходить за цветами А пока засунь в карман столько торта и печенья, сколько поместится Когда Бель вернулась с розами Она обнаружила Лизе блаженно поглощенное поеданием печенья Вот, они твои Они чудесны И я возьму шляпу Об этом не стоит и думать Надеюсь, твоя мечта осуществится А теперь, если позволишь, мне нужно идти готовиться к уроку танцев И, пожалуйста, надень сапоги Спасибо, ты самая добрая Не за что Плел дождь и гудел ветер Воробьи на перилах парка Весело чириколи Какой хороший вкус Покупить этот дом 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 Видишь, когда я возвращалась к мадам Тиффани Покупить этот дом Покупить этот дом Бель посмотрела на Лизе И сказала Мой отец понес большие убытки в бизнесе И нам пришлось продать все, что у нас было, чтобы расплатиться с долгами Мои родители не могли этого вынести Когда они умерли Моя тетя Мисс Бертон взяла меня под свою опеку Мы переезжали из города в город И в конце концов обосновались здесь Она умерла в прошлом месяце Оставив магазинчик мне Мне очень жаль Все в порядке Мне нравится здесь работать Тонкая ручная работа приносит мне достаточно на жизнь Но ты выглядишь нездорова Я в порядке А теперь довольна обо мне? Что привело тебя в мой магазин? Лизе на мгновение задумалась А затем, положив свою руку на руку Бель Рассказала ей все о Веньке И тебе нужно это на завтра? Ту ночь Лизе смотрела в окно Усыпанное звездами неба И думала о Бель Жизнь была добра к ней Но к Бель она была жестока На следующий вечер Она надела платье И открыла коробку Которую ей принес маленький мальчик Из магазина Бель А! Венок выглядел очень красиво И его аккуратно надели на голову Лизе У нее выступил румянец от удовольствия Затем она дала запечатанный конверт Маленькому мальчику И попросила его передать конверт Бель Мальчик ушел А Лизе вышла из дома Где ее ждал Эрик Ты прекрасно выглядишь Спасибо Не только за комплименты за все Что ты для меня делаешь Но и за то Что помог мне с домом всего за один день Я рад делать тебя счастливой Но если позволишь Как насчет твоей мечты? Ах! Будет день и будет пища Пока ты со мной Я люблю тебя, Эрик Я люблю тебя больше И они отправились на бал Держась за руки И улыбаясь друг к другу Вернувшись в магазин Бель открыла конверт Который ей прислала Лизе Смутившись Она вытащила из него документ Слезы катились по ее щекам Когда она его читала Это был документ о собственности В котором говорилось Что ее дом в Лондоне Теперь принадлежит ей самой Рядом была записка от Лизе Спасибо тебе за все Это небольшой жест В ответ на твою доброту Который ты осыпала меня В тот ненастный день Мисс Бель Знай, что я всегда буду тебе благодарна По скриптам Венок чудесен Прижимая бумаги к груди Бель плакала, зажмурив глаза В мире, где она думала Что является одной Маленький поступок Из ее прошлого Вернулся к ней Как благословение Лизе и Бель Стали лучшими подругами А когда Лизе вышла замуж за Эрика Бель стала ее подружкой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok